здравствуйте дорогие друзья после опубликования фотографий которые я в фейсбуке выложил возникло очень много вопросов дело в том что вот такую нимфу это один и тот же вариант просто разное исполнение тела это семейство спайдеров паучки которые которые достаточно уловистая сама по себе приманка практически для всех видов рыбалки зимой и летом но вопрос стоит в том что вы постоянно спрашиваете вот это так это так это так нет конкретно допустим вот отвечая на ваши вопросы что вот вы пришли привязали там или синюю или зеленую или красную или еще с каким-то там допустим с какой-то опушкой и вы ловите все зависит от ваших предпочтений от вашей рыбы но это вот такой мушкой можно ловить и окуня и карася и карпа особенность вот допустим сейчас я вам покажу буду подсвечивать ультрафиолетовым фонариком как вы видите они светятся вот хвостики тело вот если вам так вот заметно будет тело и тело с опушкой достаточно светится хорошо они работают в ультрафиолете это значит более привлекательная мушка на большой глубине да и допустим рыба значительно лучше видит чем другую саму нимфу вариант исполнения может быть как вы видите вот здесь вот у меня огружена и латунными и вольфрамовыми бусинками и белыми и золотистыми и плюс к тому же вот как вы успели заметить это вообще пластмассовая то есть практически не огружена она работает как поплавок вот вы ее забросили она за счет опушки хвостик опустился в воду и медленно намокает начинают это погружаться то есть тоже все вроде бы один и та же конструкция но для разных рыбалок поэтому я вот вам коротко ответил на ваши вопросы по поводу хвостика у меня спрашивали как вы видите можно делать это уже на несколько на другом крючке чтобы вы видели это не на так будем говорить не на крючке который рассчитан вот ким к 200 р или же вот допустим у меня крючок имеется фирмы strike hopper вот они все вот такой вот формы для вязания вот таких личинок поэтому все зависит от ваших только условия рыбалки или же вы будете просто по дну тарахтеть значит вам достаточно вот такой простой нимфы или вот такой вот огруженной и сделайте и вот черный оттенок он достаточно от универсальный поэтому ну значительно легче с ним проводить какую-либо разведку а вот если рыба менее активного тогда уже вот все другие вот такие варианты оттенков надо будет ей предлагать поэтому вот такое разнообразие для друга и делаю одни вот он у меня любитель ловить на нимфы все вот мы договорились значит я ему делаю вот такой наборчик нимф чисто нимфовый без сухих без никаких ну и давайте теперь мы представим приступим и в процессе работы я вам все 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 объясню я взял крючок из вот такой вот серии но я взял номер 16 так как скажу сразу вот 18 он мелковатый поэтому нежелательно с вот такой вот огрузкой выполнять с таким материалом поэтому исходя из этого материала я немножечко подбираю себе крючок и два с половиной миллиметра отдел латунную белого цвета бусинку что нам дальше понадобится нам необходимо нужно нитка нитка так как мы будем с вами выполнять ее упрощенный вариант из вот такой вот остатки у меня бывают вот такой вот резинки разных расцветок это для поделок но как я уже вам объяснял она вся флюоресирует хорошо очень ультрафиолетовом цвете поэтому для того чтобы у меня была нормальная подложка у меня имеется вот такого цвета нитка или же чисто белая тоже которая флюоресирует поэтому учитывая то что у меня будет красная я просто возьму ли белую или оранжевую но удобнее работать не с белой поэтому я возьму допустим белую закрепили нить в удобном положении крючок и теперь я стараюсь более аккуратно выполнить вроде бы как бы виточек но если будут у вас вот такие вот пробелы небольшие это не столь значительно оставляем теперь берем с вами должны закрепить вот тот блестящий элемент люрекс которым мы будем обматывать сегментировать тело для того чтобы дополнительно привлечь внимание я использую вот такой вот плоский люрекс который в съелочных был украшений можно даже взять допустим или же проволоку возьмете любой удобный для себя материал так чтобы допустим выделить какую-то сегментацию и теперь нам необходимо не доходя до шарика приблизительно 23 миллиметра сформировать как бы вот такое вот слегка коническое тело которое идет до самого загиба не пожалеем нашу нить потому что это у нас подложка и в то же время мы не сможем уже окончательно с вами резинкой сформировать такое тело поэтому дохожу до середины загиба здесь я оставляю нитку и аккуратно аккуратно стараемся вот у меня взлохматилась я ее убрал стараемся опять изготовить наше тело если вот как вы видите мне она мешает я обычно всегда без лишней церемонии увожу нить и легонечко вот так зажигалкой убрал всю лохматость нитку я распускаю сам поэтому вот иногда бывает очень сложно распустить поэтому бывают периодически вот такие лохматости ну работа несколько длинная будь чтоб не забирать время я изготовлю подложку и потом мы с вами уже продолжим но для начала чтобы у вас уже потом не возникало еще дополнительно вопросов у меня остаются вот такие вот всевозможные обрезки материалов для вязания это вот та же сама резинка но другого оттеночка я беру так же как я уже наметил место где мы с вами будем заканчивать изготавливать тело подхватил ее пара тройка витков и уже начинаю вот сильную натяжку насколько вот мне возможно позволяет сама резинка и и вот так вот натянуть как вы видите у нас уже просматривается такое слегка тело как личиночки вот мы должны его с вами вот так вот белой потом ниткой воспроизвести несколько более объемную сколько вы уже потом увидите вот мы с вами сделали тело буквально я совсем-совсем немножечко вот таким вот клеем нанес чуть-чуть клей теперь зная что у меня у вас есть функция нет значит руками мы делаем я на оттяжку установил нить и теперь выбираю вот в натяжку вот сколько вы можете его натянуть место вот допустим там где мы закрепили и стараемся виток к виточку без лишнего фанатизма натягиваем прошли 235 оборотов и после этого мы начинаем отпускать не делаем такую большую натяжку уже укладываем виточек кветочку нашу с вами резинку можно использовать как я уже говорил и дабинг ну все что угодно поэтому учитывая то что у меня имеется допустим вот такая резинка я ее чтобы у меня не оставалось зачем это обычный нормальный материал который можно использовать мы дошли с вами убираем нашу оттяжку для нитки если она у вас имеется и как я уже говорил вот это место буквально полтора-два миллиметра мы с вами оставляем для изготовления грудки опушки годится удаляем потом это окончательно закрепим опять немножечко натянули и откусили все больше нам это не понадобится теперь выберем здесь также вот тот угол который у нас был я обычно пару-тройку оборотов делаю возле загиба и потом уже ставлю в удобное положение крючок так чтобы мне было очень удобно работать и можно роторе используя но я обычно всегда стараюсь вручную подбирать вот так вот этот угол и так как по-любому попадает у нас в наши пазы обмотки сколько вы сделаете но это ваше личное дело поэтому как вам будут удобно здесь уже конкретно пожелание ну нет никаких там 8 или 10 или 6 или 5 захватили в замочек и аккуратненько уже здесь чтобы не было скученности материала закрепим и удаляем нам с вами понадобится перо неоднократно я уже вам рассказывал вот у меня имеется цесарка вот такая с разными допустим перышками имеется и вот такие такие но я беру японскую перепелку уже подготовленное перо так как мне надо чтобы она была более мягче так как у цесарки жестче если у вас имеется бывает иногда петушином скальпе попадаются вот такие перышки ну мягенькие можно сделать опушку вот таким пером гризли нет можно расщепить нить обрезать перья и уложить так как вы сочтете необходимым грудка если это мы имитируем с вами личинку то грудка у нас может быть или из вот такого даббинга который дает у меня голубоватый оттенок или же вот под павлина даббинг если у вас имеется перо павлина то можно спокойненько взять вот перышко павлина из набора всевозможных крашеных не крашеных они вот есть и выполнить грудку но перед тем как мы приступим к грудке нам обязательно вот мы можем оставить в таком положении почему я дальше вам рассказываю но я беру вот такой вот лак это фирмы hands если у вас имеется другой это лак клей глубокого проникновения и обязательно я это все вскрою дополнительно даст хороший внешний вид и наша нимфа не будет длительное время разрушаться хотя и в таком положении как мы уже с вами изготовили достаточно крепкая и хорошая наша выйдет нимф очка теперь нам остается только лишь подождать пока это все подсохнет и дальше мы с вами друзья продолжим вот наш уже с вами лак клей достаточно подсох теперь мы с вами как я варили возьмем немножечко даббинга я совсем немножко для того чтобы только ну вот только обозначить грудку лучше потом добавить чем мы сдергивать его слегка наживили и как всегда до первого касания после этого только лишь формируем в одну сторону какую-либо подкручиваем и мотаем уже слегка зайдем на наше тело и уже вот как у меня достаточно его и возвращаемся к нашему колечку у колечка мы сильно не трамбуем так как нам необходимо чтобы у нас с вами более качественно без нагромождения уложилась наша опушечка теперь берем наше перышко аккуратненько вот прикладываем учитывая то что я сделал делал перед этим вырез я не буду отрезать так как это бородки нет не совсем для меня которые мешают аккуратно слегка увлажнив пальцы вот так начинаем выполнять оборотики ну сколько вопрос спорный значит вот смотрите мы выполнили один оборот мало все зависит от того какая будет у нас выполняться рыбалка в какой воде какую мы будем делать проводку в речке это одну в пруду это уже третье но я обычно выполняю два оборота этого вполне будет достаточно подвожу перышко немножечко вот так вот вверх удерживая его перекидываем катушку стараемся не сильно его дергать отпускаем теперь смотрите для того чтобы более менее удобно и качественно у нас вышла сама вот шея я увожу не отрезаю перо выполню пару-тройку оборотов ведь и наши перышки все вот стали в нужном положении теперь я беру наш клей который я гелевый я вам уже неоднократно показывал буквально совсем-совсем немножечко так чтобы вот чтобы было вам видно немножко 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 наношу и на нить без фанатизма аккуратно увлажнили пальцы чтобы не попало наше перо и вот здесь я уже выполняю 23 оборота и делаю завершающий узел под цвет допустим если вы будете подбирать можно черной ниткой я в принципе то шарик белый поэтому я и не менял аккуратненько срезаем нашу нить и теперь самое важное необходимо подождать пока наш клей подхватиться чтобы можно было более качественно так как здесь ось нашего пера толстая ну учитывая то что у меня опыта немножко больше я аккуратненько его вот срезаем годится и как вы видите вот достаточно быстро мы выполнили с вами хорошую симпатичную нимфу которая будет с успехом ловить и окуня но в данном варианте она хорошо работает по карасю это вот уже проверено карась красноперка практически не пропускает эту мушку вот и все друзья мои как вы видите достаточно быстро удобно и хорошо благодарю вас за внимание пишите я буду отвечать на ваши вопросы до свидания